Volkswagen подогнал дизайн Tiguan под внешность актуального гольфа. Кроссовер перехватил почти гольфовские фары, другие бамперы и новую решетку радиатора. Притом последнее стало крупнее. Сейчас без этого пункта не проходит ни один рестайлинг. Вся оптика перешла на светодиоды, а если клиент не поскупится, то фары будут матричными. В этом случае 48 светодиодов освещают дорогу, меняя форму светового пучка в зависимости от дорожной ситуации. В салоне блок микроклимата перешел на сенсорное управление, плюс сенсорными стали кнопки на рулевом колесе. Медиасистема сменила поколение, но базовый тачскрин ну очень скромный. Его диагональ всего 6,5 дюймов. Список опций расширен мощной акустикой от Harman Kardon, а также комплексом ассистентов Travel Assist. Этот полуавтопилот умеет распознавать знаки, удерживать машину внутри полосы, самостоятельно тормозить, а затем разгоняться. В пересмотренную гамму моторов вписана маломощная версия двухлитрового турбодизеля, а старший битурбодизель на 240 сил наоборот исключен. Бензиновые моторы полностью сохранили состав. Это турбочетверки объемом полтора и два литра. Своеобразной заменой злому дизелю должен стать гибрид. У него бензиновый 1,4 и 6-ступенчатый преселектив, в который вживлен электродвигатель. Общая отдача установки 245 сил. Но действительно яркая новинка – агрессивный Tiguan R. Он примечателен не столько обвесом, сколько начинкой. Двухлитровую бензинку взбодрили до 320 сил. В полноприводной трансмиссии трудится 7-ступенчатый робот DSG. Вдобавок Volkswagen расщедрился на имитацию активного заднего дифференциала. Она распределяет момент между колесами, анализируя массу факторов. Кроме яркой наружности R-ки полагаются перенастроенная подвеска и мощные тормоза. За доплату есть шанс поставить бубнящий выпуск. В салоне фанатов скорости встретят подрулевые лепестки переключения передач. Tiguan R придется ждать до конца года, хотя менее мощные кроссоверы придут до конца лета. Но это в Европе. Локализованный в России Tiguan сильно отличается агрегатами, и планы российского офиса по выводу новинки сейчас не раскрыты. Как не раскрыты и сроки появления купеобразной версии. А она будет. Субтитры создавал DimaTorzok